Всем привет, вы на канале Суперкит. Каждый раз, путаясь в многообразии разъемов у SSD, хочется купить уже универсальный переходник, чтобы подходил под все накопители. Отчасти китайцы нам это предложили, но поскольку впихнуть невпихуемое невозможно, то на самом деле все сводится к тому, что в одном таком адаптере просто распаяно несколько разъемов. Начать предлагаю с переходника, в который можно установить и M.2 SSD с интерфейсом подключения SATA и mSATA. Сам переходник подключается к SATA. Здесь уже в отличие от переходников на один SSD можно наблюдать более сложную схему, есть какая-то микросхема. Это заставляет задуматься о влиянии на скорость. Предлагаю посмотреть на практике, во что это выльется. Подключать я буду свой твердотельник mSATA GoldenFear на 120 гигабайт. Отдельный подробный тест самого накопителя есть на канале. А также, поскольку у меня нет M.2 SSD с интерфейсом подключения SATA, я воспользуюсь еще одним диском mSATA. Это SanDisk на 24 гигабайта, который с помощью переходника будет работать как M.2. Таким образом будут использоваться два mSATA, но поскольку mSATA и m2 с интерфейсом подключения SATA это идентичные по возможностям накопители, то разницы никакой нет. Естественно, так как итоговый разъем SATA здесь один, то первое, что меня заинтересовало, это подключение сразу двух устройств. Реально ли такое подключение? Из-за ширины mSATA SSD не получается установить сразу оба с помощью фиксации винтиком к переходнику. Но и вставленный под углом будет работать. И сразу, что напрашивается на мысль, та самая микросхема здесь не просто так, а чтобы управлять работой при подключении обоих твердотельников. И в общем-то, походу так и есть. Как можно видеть, чуда не произошло и определился только один накопитель, а конкретно тот, который установлен в слот mSATA. Его скорость при этом соответствует стандарту SATA 3, переваливая за 500 МБ в секунду, что говорит о том, что скорость здесь не режется. Следующий вариант – это один диск, только в слоте m.2. Все также без проблем определяется, а сама скорость вот такая. Вызвана такая скорость, возможностями данного SSD. Этот сандиск у меня уже бывал в разных тестах и разных видео, можно было в этом убедиться. Тем не менее, тем, кто не верит, что скорость не 500 с плюсом МБ в секунду именно из-за характеристик mSATA на 24 ГБ, я помогу с доказательствами. Для этого я поменяю эти твердотельники местами. Опять-таки, если установлены оба, то определяется только тот, который установлен в слот mSATA. Тест снова показывает ниже 500 МБ в секунду, потому что со старого SSD больше не выдавить. При этом даже индикатор работы того диска, который установлен в слот m.2 через переходник не мигает. То есть, он не просто глушится контроллером, а не поступает даже питания. После того, как я вновь оставил один накопитель в слоте m.2, он работает без намека на проблемы. Ну а более быстрый SSD, чем в первом случае, показывает стандартные для SATA 3 скорости. Следующий универсальный адаптер под разъем m2. Как когда-то я выразил мысль в видео, которому уже два года, что он самый с ума сводящий. И спустя эти два года ничего не поменялось. Многие люди реально ограничиваются названием разъема в представлении того, какой нужен будет переходник. А от этого пытаются обмануть судьбу и думают, что если они купят NVMe SSD, то установят его в SATA через переходник и заживут пуще прежнего. Не верят, что этого невозможно сделать, все равно пытаются с усилием провернуть данное действие. При этом их не останавливает даже тот наводящий факт, что даже если бы все заработало, как они собирались получить 3 ГБ в секунду через SATA, у которого потолок 600 МБ в секунду. Что при этом в их представлении не ясно. Другие же наоборот думают, что если они установят m.2 с интерфейсом подключения SATA через слот PCI-Express, то завтра наступит вчерашний день, в который можно смотреть. Ну, то есть их SSD-шник заработает очень быстро. Именно для таких, видимо, китайцы стали делать переходники под m.2 с интерфейсом подключения SATA, которые устанавливаются в слот PCI-Express. Правда, кроме питания, они от этого разъема ничего не берут. Это видно по дорожкам, которые идут от части разъема, соответствующего питанию к данному накопителю. А передача данных осуществляется через все тот же шнурок SATA, который подключается в системную плату. По факту, это просто переходник для m.2 с интерфейсом подключения SATA в SATA. Но так ведь психологически проще, такой себе самообман, ведь подключен уже в PCI-Express. Сам переходник обладает в комплекте низкопрофильной планкой, а также парой прикрученных бочонков около крепежной планки, на случай если SSD окажутся размером не 2280, а менее, чтобы можно было их отсюда перекрутить в соответствующее отверстие для фиксации диска. В отличие от предыдущего переходника, сюда можно установить оба типа SSD. А здесь в каждый из слотов, которые здесь разные, как вы поняли вставляется исключительно свой тип SSD. В один вставляется m.2 с интерфейсом подключения PCI-Express, а в другой с интерфейсом подключения SATA. Нельзя установить два одинаковых твердотельника. Оба типа одновременно можно, потому что, как я чуть ранее сказал, для каждого по факту здесь свой собственный разъем для передачи данных, а не как в прошлом случае. Можно установить оба сразу, но я сделать этого не смогу в силу того, что мои экземпляры мешают друг другу одновременно сюда встать. Так что придется поверить на слово. Начинаю тест с моего NVR. И как и ранее в других тестах, в том числе и возможностей данного девайса, можно видеть, что переходник прекрасно справляется со своей задачей. А именно, позволяет установить PCI-Express X4 NVMe SSD в комп, при этом не блокируя его возможностей. В то время как с моим накопителем Samsung все ясно, его и нельзя вставить в разъем, который не с ключом M, переходник с MSATA на M2 имеет оба ключа. Однако, хоть его и можно вставить в любой из этих разъемов, слот под M2 с интерфейсом подключения PCI-Express, его вставлять бессмысленно. Он точно не заработает. Кто в этом путается, предлагаю посмотреть мое видео о разъемах и интерфейсах подключения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сам SSD работает прекрасно. Все определяется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Скорость пусть и только чтения переваливает за 500 МБ в секунду, что говорит о полной пропускной способности для стандарта SATA 3. Запись немного подкачала, но это уже сам SSD, и слишком большой объем файла для теста был выбран. Кэш не такой огромный у этого диска. Я даже не буду переделывать тест, потому что в данном видео цель это не тест SSD, который, к слову, можете увидеть также в отдельном видео, а тесты именно переходника. А для оценки работы переходника достаточно и скорости чтения. Подводя итог, можно сказать, что переходники универсальные, но не более того, что на несколько разъемов. Что вполне естественно. Никакого чуда, особенно во втором случае, когда будете использовать M.2 с интерфейсом подключения SATA через якобы PCI-Express, не ждите. Тем не менее, претензий к работе переходников также нет. Все четко, все по стандарту. Как всегда, стоит или нет покупать, решать только тому, кто будет оплачивать. Надеюсь, кому-то помог разобраться. Ссылки на полезности в описании. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Обязательно будут еще видео о разных девайсах. Если есть вопросы, можете задавать их в комментариях. Постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok